А теперь, почему разумный замысел не имеет ничего общего с реальностью, друзья? Почему? Непонятно. Давайте узнаем. Кастик выходит по просьбам людей, сидящих у меня на стримах. Упоротый палеонтолог расскажет. Ах, так что просто включите и слушайте, картинок не будет, да и показывать, собственно, нечего. Нужно слушать. Только помните, здесь и сейчас я говорю не... Спонтанность и стихийность как свойства воображения просто вводите в гугле и найдете сразу. Заслуженный курс механики жидкости и газа. Кому нужны эти ваши уравнения на Вьестокс? Не про сам эволюционный процесс, а про ошибки его восприятия. Так вода миром правит или огонь? Неважно. Я, к примеру, сторонниками разумного замысла. В комментариях у меня часто появляются люди, которым по тем или иным причинам чем-то не нравится теория эволюции. Проблема заключается в том, что теория разумного замысла не противоречит теории эволюции. Теория эволюции вообще в принципе очень сложная вещь. И сам факт того, что все возникло непонятно откуда естественным путем, кажется довольно странным. И разумный замысел здесь может сыграть роль определенную. Ну, то есть, это вполне такой приемлемый аргумент, знаете ли. Это не самый худший аргумент. Может быть, все и произошло спонтанно. Ну, то есть, естественно, без каких-либо вмешательств. Вполне возможно, не исключено. Но здесь любой естествоиспытатель и, не знаю, ученый, биолог впадает не в науку, становится, в общем-то, жертвой непосредственно философии. Ему приходится спорить в рамках философии. Да, Артур, если человек разумен, то это не значит, что все разумно устроено в мире. Опять же, понимаете, в чем еще проблема? Если ученые однажды смогут синтезировать сложные, не знаю, биологические вещества, то есть, создать полноценную клетку самостоятельно, представляете себе? Эта клетка не будет свидетельством того, что жизнь в мире возникла спонтанно. То есть, без разумного замысла. То есть, по силам природы, потому что ученые создали эту клетку. То есть, будучи разумно с мыслящими, мыслящими, они создали эту клетку. То есть, они как раз и будут, если они ее создадут, это никак не опровергнет теорию разумного замысла, например. Вот вообще никак. Даже, наверное, подтвердит. Можно будет сказать, смотрите, ученые с помощью своего разумного замысла создали клетку. Ох ты, господи, ничего себе, как интересно. Вот что мы можем сказать, если они смогут это сделать, например. И казалось бы, в чем проблема? Тут очень жесткая такая философская проблематика. Ну, очень тонкая. И когда какие-нибудь примитивные атеисты начинают лезть в эту тему, ну, сейчас мы посмотрим. Под тобой интернет, есть рецензируемые научные журналы, есть Sci-Hub. Да, рецензируемые научные журналы со статьями, которые часто противоречат друг другу. Спасибо большое. Есть Google Translate. О, да. Если ты в английский не умеешь. Но нет диванной критики теории эволюции чаще всего вместо получения хотя бы базовых знаний в общей биологии, экологии и популяционной генетике. Короче, да. Все критики должны идеально знать теорию эволюции просто потому что. Ну, то есть, любой критик христианства должен знать от и до, наверное, все христианские догматы и все христианские, там, не за всех святых. Только тогда он сможет критиковать христианство. Вот только тогда. Вот только тогда. Любой критик науки должен знать наизусть теорию эволюции, вообще все ее аспекты, вообще все этапы ее, не знаю, становления этой самой эволюции, также все имена важные, должен обязательно знать и прочитать все обязательно книги. Безусловно. И еще должен знать, не знаю, теорию относительности Эйнштейна обязательно должен знать, вообще все теории физики должен знать. Ну, а как же иначе? Физики занимаются перемыванием старых костей. Мол, и Дарвин от теории отказался и доказать... Дарвин не отказывался, ну, и это без разницы. А что такое реальность, да, тоже непонятно. Сейчас узнаем. Ну, скорее всего, он воспринимает реальность с таких аналитических позиций, с позиций здравого смысла. Опять же, философия. Здравствуйте, друзья. Снова философия. Исти ее жить нельзя. Ну, все, друзья, понимаете, в чем проблема, опять же, да? Уже в названии содержится философский концепт реальность. Воспринимает ее человек тоже философски, с точки зрения, скорее всего, философии здравого смысла. Ну, как бы... Смешно. Так никто и не смог ее, да и вообще, это ведь всего лишь теория. Ой, лол, сейчас Докинза нам бы повторять в 2017-м каком году? В 20-м? Не знаю, в каком-то году он повторяет тезисы Докинза. Норм. То есть, по их мнению, штука довольно несерьезная и вообще... Нет, штука очень серьезная, крайне хорошо проработанная теория. Просто проверить ее, ну, очевидно, невозможно. Мы не можем переместиться в прошлое и узнать, что там все было так, как говорят ученые. Все. Этого нам уже достаточно для того, чтобы в ней сомневаться. Мы не можем, и очень довольно-таки странно доверять, знаете, идеям ученых, которые за 100 лет своего существования, именно вот этой самой дисциплины эволюции, раскрыли многие нюансы бытия нашего мира на миллионы и миллиарды лет назад. Представляете себе, да, за 100 лет каких-то наука совершила гигантский скачок и раскрыла все, как вот в мире существовало до этого. Всего-то 100 лет понадобилось, понимаете? Это суперумы, гении, боги практически. Не меньше, не меньше. Это как марксисты с ютуба с миллиардным книг, которые нужно прочитать перед критикой Маркса. Ну да, понимаете, в чем проблема? Науку можно критиковать тупо через методы, на самом деле. Ну просто логически. Мы берем метод, говорим, этот метод не работает. И доказываем почему. Если этот метод не работает, и он используется в биологии, значит и биология, скорее всего, тоже не работает. Ну или не работает, но в методе можно сомневаться, давайте так скажем. Этот метод есть в биологии, значит и в биологии можно сомневаться. Это тупо логические исследования такое идет. Все. Поэтому здесь особо что-то разглагольствовать не приходится. И знать все теории мира, ну, не обязательно для того, чтобы критиковать науку. Наука строится на одних и тех же принципах. Будда познал реальность? Да, в буддизме есть какая-то реальность вроде как. Ну, у них то есть есть деление на иллюзорный мир и мир реальный. Реальный мир познается в медитации. Будда и есть реальный мир, ой, ой, по теории буддизма. С реальностью общего не имеющая. Ну что ж, в этом ролике я разберу наиболее часто встречающиеся мне тезисы из комментов. Ну а по фидбэку мы решим, стоит ли пилить ролик про разбор всей синтетической теории эволюции. Ну, как говорится... Ну, это было бы интересно. Вся синтетическая теория эволюции, ну, я бы интересно посмотрел. С богом. Ну и не надейтесь, что тут будет прямо что-то сверхзаумное, потому что, ну, господи... По сути, разбираю комментарии из-под моих роликов. Ну, что тут может быть заумного? Заумное будет уже в разборе синтетической теории эволюции. Так что ставьте лайки, делитесь своим мнением, поднимем алгоритмы Ютуба, как-никак. Итак, главным аргументом как противников эволюции, так и многих сторонников разумного замысла является то, что жизнь в этой теории описывается как серия случайных и маловероятных событий, как будто... Вероятностах. Скорее, лучше сказать вероятностах. Так кто-то взял кулек, накидал туда шестеренок и после пары минут тря... Ну, овервей, ответ тот же самый, понимаете? Тут неважно, вы задали вопрос, ответ, в принципе, тот же самый. Будда, по сути, понял суть бытия, да? По теории буддизма. Но мы не знаем, правильно ли или неправильно это. Это очень популярный и глупый аргумент среди обывателей, который атеисты часто юзают, ну, просто потому, что... Просто потому, что он тупой, его легко попытаться опровергнуть. Во-первых, чтобы задать тон повествованию, сразу скажу одну вещь. Эволюция не случайный процесс, но при этом и не имеющий цели тоже. Да, и незакономерный. То есть, жизнь, она возникла... То есть, могла ли жизнь не возникнуть? Вопрос, друзья. У меня вопрос в чат. Могла ли жизнь на нашей планете не возникнуть? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. В чате. Могла ли жизнь не возникнуть в соответствии с научными теориями? Могла ли она не возникнуть? Могли упасть метеорит и расхерачить всю Землю к чертям? Либо могла бы она просто не возникнуть благодаря химическим реакциям? Могла или нет по науке? Если могла. А, не могла. То есть, она всегда, да, она по-любому должна была возникнуть за поклонник. Вы так считаете? Ну, тогда да. Тогда процесс был необходимым. Тогда возникновение жизни просто необходимо. Это судьба. Прямо скажем. А если могла? А, видите, какие страны разные у вас. Да, нет, да, нет. То есть, по-моему, да. Ну, у нас есть просто различные теории, посвященные еще квантовой механике, в которой вполне так себе случайности допускаются, друзья. То есть, если жизнь могла не возникнуть, то процесс случайный. Если жизнь не могла не возникнуть, то процесс закономерный. Ну, то есть, необходимый. Ну, Джон Дуэй, это вообще странно. Раз возникло, значит, по-другому быть не могло. Это странно. То есть, вы не допускаете никаких возможностей. Ну, это очень узкодоправленное такое мышление. Ну, странно. Бывает. Но наука-то есть и теория вероятности, например, которая допускает, что что-то может произойти, а что-то может не произойти. Есть какой-то процент на подброс монетки, что она упадет в нужное положение, а что нет. И так далее, и так далее, и так далее. Математически все это тоже высчитывается. В математике есть теория вероятности. То есть, теория случайности, по сути. А вот Овервей пишет, возникновению жизни должно было что-то пришествовать. И это бог, например, шутка, ладно. Ну, то есть, друзья, смотрите, здесь у нас ответ, понимаете, на философский вопрос. Есть случайности или нет? Биология на него не отвечает. Ни одна наука на него не отвечает, честно говоря. Это философский вопрос, чисто философский. Мир детерминирован или в нем есть случайности? Может быть, мир вообще построен на случайностях? Индетерминизм или детерминизм? Тут все зависит от ваших позиций, друзья. Если мы отвечаем детерминистично, то не случайно. А если мы отвечаем индетерминистично, ну, то есть, мы допускаем, что все происходящее не является необходимым, то случайно. И, по-моему, в науке все-таки преобладает более-менее такой индетерминистичный подход, по крайней мере, к самым таким основательным теориям. В принципе, человек рассматривается детерминистично, это да. Но чем мы дальше отходим от человека и углубляемся дальше, тем больше всяких возможностей. Если есть мы, наблюдатели, то она не могла не возникнуть. Странное тоже выражение, но то есть, оно не имеет смысла, на мой взгляд. Ну, то есть, оно, во-первых, ничего не доказывает. А есть аргументы в пользу детерминизма? Да, на мой взгляд, никаких основательных аргументов нет. Так же, как и в пользу индетерминизма. Это философская проблема, которая не имеет серьезной аргументации. То есть, там нет абсолютного доказательства. Хотя вообще нигде нет абсолютного доказательства. Начнем, конечно, с этого, но вот так вот есть. Так и такая проблема. Если есть мы, наблюдатели, то она не могла не возникнуть. Как здесь следование вообще происходит? Ну, то есть, ну, наблюдатели есть. Наблюдатель, допустим, возник случайно. Все. Проблема решена. Пуф. Проблемы нет. Как бы, музыпаклодик. То есть, здесь нет следования. Как минимум, вселенная должна была быть до возникновения человека. Ну, должна была возникнуть, да. Если мы по научным таким теориям следуем, то да, да. То есть, он не является рандомным процессом? Тот чувак смешивает понятие рандома и случайности. Двойка. Ну, то есть, это плохо. Это неправильно. О, эволюции. Случайно это то. То, что возникло случайно, это то, что могло бы не возникнуть. Ну, тут, в общем-то, детерминизм или индетерминизм. Все. И нет именно конечной цели. Правильно говорить о том, что эволюция-процесс хаотичный или хаотический. В чем отличие от случайности? Ни в чем. В том, что ты не учил терминологию долбогресс. Вот в чем. Вот в чем отличие. Отличие в том, что математически случайное событие, это такое событие, которое произошло... Ой, математически случайное событие. А математика прямо у нас, да, главный авторитет в разборе того, что случайно, а что не случайно. Ну, вот да, замечательно. Ну, вот мы ведем дискурс о возникновении. Может ли ничто, не являющееся результатом эволюции, ставить такие вопросы? Может. Может ли нечто, не являющееся результатом эволюции? Да, может. А вот ничто непонятно. Прошло само по себе, без влияния внешних факторов. То есть, случайность объективно не привязана к логической цепочке причины и следствия. Нет. Случайность может формировать причины и цепочки. Не знаю. Там, не знаю, блин, тетрадь невидимая, простите. Сейчас я вам покажу пример. Смотрите, друзья, у меня есть вода Елизавета. У меня есть вода Елизавета, друзья. Сейчас я вам покажу. Вода Елизавета. Это вода Елизавета, да. Вот она стоит. Вдруг, внезапно, я случайно прошел мимо воды Елизаветы и толкнул первую бутылку. Первая бутылка опрокинулась. Уронила вторую бутылку и уронила третью. Вот то, что я случайно их опрокинул, ну, вопрос тут, случайно или не случайно, конечно, но мы будем думать, что случайно. Ну, ненамеренно, как минимум. Я не планировал закономерно это сделать. А вот бутылочки упали уже закономерно. Вот таким образом случайности могут формировать законы. То есть то, что могло бы не случиться, может формировать то, что должно было случиться в рамках определенной узкой системы. Ну, тогда как это нечто может зафиксировать человеческими методами? Не знаю. Мой ответ на все философские вопросы не знаю. И в соответствии с этого у меня научные вопросы такой же ответ. И начальные условия никоим образом не влияют на результат. То есть, к примеру, вы начинаете варить себе дошек, а по итогу вместо горячей и острой лапшички получаете в тарелке кусок камня. Ну, двойка тебе, чувак, собственно. Херово ты понимаешь философскую терминологию. Или в лучшем случае оказывается, что только что заваренная лапша внезапно оказалась остывшей. Ни с того, ни с сего. Как к вам в тарелку попал камень и что он сделал с вашим дошиком? Почему лапша остыла мгновенно, нарушая законы термодинамики? Вот что такое случайный процесс. Нет. Нет, просто ты дурак, как бы. Который решил, в общем-то, подбросить нам неправильный термин. Вот и все. Ты просто обманщик. Ты лжец. В нем нет ни причины, ни следствия. А причины нет просто потому, что вы даже не знаете, зачем пошли заваривать дошек. Шли-то вы в ванну вообще. А может и не шли, а летели спиной вперед. При этом процесс хаотический. Это вроде бы тоже с одной стороны случайность. Но на самом деле есть одно важное замечание. Причинно-следственные связи хаотический процесс не нарушает. Случайность тоже не нарушает причинно-следственный процесс. К примеру, вы опытный игрок и играете в бильярд. И вот вы прицелите. Джекет. Вопрос о первоначале должен обладать категорией необходимости. Кстати, трудно здесь сказать. Может быть, случайность необходима. Может быть, случайность и есть первоначала. Мы существуем, хотя это, конечно, из другой оперы. Но случайно ли? Не знаю. То есть, понимаете, здесь философская проблема. У нас либо детерминизм, либо индетерминизм. Чувак просто решил такой Ну, случайность, это когда? Вот так вот происходит внезапно. Вот такой стрим у нас внезапно идет. И это случайность, как вы понимаете? Вот она, вот она. Случайность, случайность, вот она. Вот она, случайность как бы происходит. И вот так вот все происходит. Как бы довольно странно На мой взгляд это очень странная аргументация Мне не нравится такое То есть он очень сильно упростил понятие На самом деле усложнил понятие случайности Не упростил, он его усложнил И сделал это так, чтобы это было удобно для него Ааа, вероны, нихера вы не понимаете в случайности Ооо, вот я все понимаю Сейчас я вам разъясню Странно Загнать его в лузу И после удара шар начинает косить Сталкивается с другими шарами и уходит в сторону Казалось бы, ну случайно промахнулись Бывает, раньше-то всегда попадали И все-то с этим ударом было ровно Если бы не маленькие протертости стола Слегка искривленная ударная поверхность кия Ну или случайное дуновение ветра в открытой двери Да даже банальный стук сердца Который чуть-чуть смещает вас с прицельной линии И если бы вы учитывали неровности поверхности Случайность То есть, понимаете, чувак не учил философию И он, в общем, ни хера об этом не знает Ну все нормально Математика, в общем, да Типа вот так вот Ну, 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 блол Ну смешно, окей, математика Правда, математика не касается сути вещей Математика не работает с понятиями случайности И необходимости Как некоторыми действительно существующими законами мира Математике пофигу вообще Математика ни о чем реальном вообще не рассуждает Ну, в математике рандом случайность, как бы Ну, прикольно, хорошо Отличный аргумент, сильный Измерили угол истертости кия И попросили бы окружающих вести себя потише И лишний раз не хлопать дверьми То вполне бы попали бы в лузу Потому что движение шара в данном случае Зависит от многих параметров Часто довольно маленьких и незаметных по своей сути Но при этом вполне поддающихся измерению и корректировке Так же, как и бросок кубика не является случайным событием Если заранее рассчитать скорость падения, высоту, углы Ну, никто не может этого сделать В плоскости вращения вы всегда будете выкидывать нужное число Ну, или можете погуглить робота, который подбрасывая монетку всегда Ну, робот может Доловит ее нужной стороной в 100 из 100 случаев Вот в чем отличие случайности от хаоса Хаосом можно управлять А также в хаотичной системе, зная параметры каждого Ну, круто, мы совершили подмену понятий и все Мы победили Все, верующие проиграли Мы их вынесли вот так Подмена понятий и наше все Объекта можно как реконструировать ее прошлое состояние Так и спрогнозировать ее будущее С другой стороны, чем сложнее хаотичная система, тем труднее То есть он уже 5 минут разбирает эту херню Ну, это позор, честно говоря Она поддается прогнозу Но это, по-моему, и так очевидное следствие Итак, вернемся к аргументу про мешок шестерней Из которого после встряхивания достают рабочий часовой механизм Если бы эволюция была случайной Проблема заключается в том, что эволюция работает с невероятно сложными объектами Даже какая-нибудь обычная клетка, которая постулируется в биологии Это крайне сложный объект Ладно, забьем на бактерии, на археи Это попроще нечто Но и то очень сложно А какая-нибудь эукариотическая клетка Вот прям, видите, я ее вот такую большую показываю в руках Она не такая большая, конечно Но это довольно мощный аппарат В котором много всего вообще-то Как это могло получиться в хаосе И кем это управлялось А как рассуждать о реальности? На Good Game сможешь зайти? В смысле, куда могу на Good Game зайти? Good Game у меня есть И сейчас трансляция идет тоже на Good Game А как рассуждать о реальности? Да никак Реальность это концепция тоже Ну то есть, ну ребят Чувак просто совершает очень такие плохие ошибки Ну здесь просто образ, понимаете? Он критикует метафору Критикует метафору Мол, это то же самое, если бы Вихрь собрал самолет Если бы Вихрь собирал самолет миллиард лет Ну может быть он бы и свой собрал, кстати Кстати, да Но тут такое дело уже, понимаете? Довольно странное Как вы понимаете, на бесконечном отрезке времени Бесконечно маловероятное событие В итоге все равно случится Но эволюция хаотична А система из несвязанных шестерней Слишком сложна Чтобы путем банальной тряски Собраться в рабочий механизм Каким же образом тогда появились Такие сложные организмы Как млекопитающие, динозавры И банально сам человек? Проблема в том, что сложный механизм не появился сразу из ничего Да, он миллиарды лет формировался Как и не на пустом месте возникли и швейцарские часики Как первая жизнь представляла из себя набор из биохимических костылей Типа рибозимов вместо ферментов И РНК вместо ДНК Так и первые часы были по сути просто палкой водки А РНК откуда? Ну давайте дальше Откуда РНК? Ну ты и в землю То есть первая жизнь была уже хаотической системой Но есть одно маленькое но Сложность этой системы была ужасно низкой Ладно, он палеонтолог, мы ему простим Палеонтологу это можно простить Такую хуйню Ужасно низкой Лол Как следствие низкой была эволюционная пластичность этой самой системы Настолько низкой, что любая клетка очень сложная Бактерии, археи, любые, они все сложные Неподходящие астрономические В том смысле, что они состоят из довольно-таки большого количества частиц Кичих или резкое изменение климата Просто бы не дали первой жизни пространство для маневра И она бы вымерла только появившись Как и солнечные часы становятся бесполезны в пасмурную погоду или ночью По сути, первые протоклетки не смогли бы выжить и сейчас в современных условиях Так же как в мире смартфонов и Apple Watch'ей никто не будет покупать себе портативные солнечные часы Но это еще не все, ведь аргумент можно парировать Можно сказать, что ладно, упростим задачу и будем подбрасывать детали в мешок по одной Чтобы на старте нашей импровизированной эволюции Сложность хаотичной системы была минимально возможной Начнем с двух деталей и будем добавлять по одной каждую минуту тряски Когда все детали будут закинуты в мешок, то ведь часы соберутся По крайней мере, согласно теории Какой закон управляет этим? Где этот закон? Как этот закон потрогать? Что управляет этой хаотичностью? Что ей управляет? Что это за субстанция? Что это за сущность? Это какой-то безличный закон и как он существует, если он безличный такой? Если он... Я не поеваю Давайте так Делаю свой непохожий на другие блок Краткие пересказы Бога как иллюзии Никогда такого не делали и вот опять Вот просто, ну вот, блин, фундаментальная проблема здесь Заключается в том, что само естество знания постулирует невидимые законы Они просто естественные как бы Ну это просто естественные законы и все Вот единственное, их отличие там от богов От, ты не знаю, от космических каких-то там сил От вселенской воли Вот, они просто тупо естественные Вот, вот и все А что значит, что они тупо естественные, тоже непонятно Ну то, что они не связаны с богами и с волей как бы Вот и все Ну да, отлично, круто придумали, замечательно Класс Просто мы их тоже не видим А вот что дальше? Что будет? Эволюция На самом деле, этот аргумент тоже не особо подходит для спора Ведь жизнь возникла не на основе передачи механической энергии Ну про динозавров, ладно, про динозавров можно повещать Тем более он палеонтуолог А тут, блин А на основе энергии и химических связей К тому же механизмы лишены такого свойства жизни, как наследование признаков Да и банальный мутагенез их тоже стороной обошел А именно последовательное наследование полученного примитивного, но полезного признака С дальнейшим его усложнением путем отбора наиболее эффективных особей И ведет к общему усложнению организма То есть модель с часами не очень-то здраво подходит к эволюционному процессу Потому что, во-первых Ну теорию он пересказывает хорошо, вообще без проблем Часы слишком дискретный организм То есть, ну, как бы есть какая-то шестеренка Часы не организм Часы не могут двигаться Ну, то есть самостоятельно Часы не могут выживать Часы изнашиваются Часы не размножаются Ну, вот это плохие аналогии Но зачем брать плохую аналогию из всех аргументов Которые противоречат твоей точке зрения И разносить ее в течение 7 минут Лучше, блядь, ответить, где закон находится Где, что это закон Он невидимый Он как бог там на небе где-то сидит и управляет эволюцией Или он просто так Это просто так происходит Просто что-то наблюдаемое И на самом деле нет никакого естественного отбора Естественный отбор это тоже описательная В общем-то модель Видов, может быть, тоже нет Может быть, это тоже описательная штука такая Или они есть И как они есть И как есть этот закон И как есть естественный отбор Тоже давайте вот это лучше проясним Нахера мы разбираем часы какие-то долбанные Кому они интересны Ну, понятно, что человек Который использует вот этот аргумент с часами Он умственно отсталый Ну, как минимум, он не очень умный Но Давайте по сути Либо ее нет А во-вторых, ввиду своей простоты Потеря любой шестерни То есть, понимаете, когда этот человек еще будет отвечать на мои вопросы Он будет отвечать не с точки зрения науки Он будет отвечать с точки зрения философии И там его тоже будет за что, в общем-то, покарать Вот в чем проблема тоже тут заключается В использовании философских концептов Для оправдания своих научных теорий Ну, интересно Идет к поломке всего механизма целиком То есть, часики-то А опровергать вот такую херню Ну, я не знаю, пятилетка может Ну, нормально У нас оказываются эволюционно не пластичны Не бывает так, чтобы вот прям жила-была урбилотерия А с другой стороны, а что ученым делать? Они никогда серьезно не конкурировали с другими учениями Им плевать Они в лучшем случае могут отбирать вот таких вот лохов Позорных И типа разносить Ой, самолет Да, самолет, конечно, в вихре не соберется Понятное же дело Но эволюцию нельзя сравнивать с самолетом Причем, ну, чувак, он разбирается Он, судя по всему, разбирается, ну, в палеонтологии Я не знаю, он, ну, может быть, ученый прям даже Может быть, пониже Может быть, просто человек, получивший образование специальное Ну, бля, ну, лол, ну, как вы понимаете Это даже, блин, это при споре двух религий, это нонсенс Это неприлично Отбирать самые слабые позиции своих оппонентов И хвастаться, что ты его типа разнес, победил Ты такой классный, ты такой невероятно крутой Ну, прям, ты божественен Ты прям вот взял и разнес всех неверующих Аж закон считает, что ничего Ну, закона нет Закон, это вот у нас в голове Мы придумали закон, нам так удобно это описывать А пусть он скажет, где он находится, еще этот закон Как он существует, какое бытие у этого закона Пусть он нам раскроет сущность этого закона Вот его структуру настоящую Не просто наблюдение, которое мы видим А что это вообще за закон Имеет ли смысл постулировать его существование Если мы просто наблюдаем это И считаем это некой закономерностью И у ее потомка в следующем Тут очень много проблем Просто уже в самой науке куча таких философских проблем Но ученые не будут на них отвечать Это не их специальность просто Поколение из простейшей кишки сразу так внезапно сформировался Легче про кишку отвечать, да Желудок и кишечник То есть сначала в кишке формируется некоторое расширение просвета Например, при... Никогда бы никто не догадался, да Небольшом нарушении антогенеза Если слышали про хоксгены, то, наверное, поймете Да, слышали Очень-очень понятно Спасибо большое В чем речь Ну вот случилась в популяции такая мутация Что поделать? Если это расширение никак не влияет на пищеварение То отбор не будет мешать закреплению этого признака Так же, как и не будет мешать Если этот признак не будет проявляться вообще Далее Представим, что оказалось полезно это самое расширение Так как в полученной расширенной камере Будет скапливаться большой пищевой комок А из-за увеличенной площади слизистой именно Бля, вот вы представьте себе, да У нас происходят относительно случайные Ну, хаотичные, давайте повторим, мутации Хаотичные мутации происходят И на протяжении всего лишь каких-то жалких Нескольких миллиардов лет Ведется такого рода отбор Ну вот, что-то кому-то помогает И что-то кому-то мешает Соответственно, кому что-то мешает Ну, те животные там умирают, допустим А те, кому помогает, выживают Очень просто, да Очень просто, очень замечательно Ну, блин Ну, блин, вы представляете Сколько разных мутаций таким вот образом Может произойти Такой великий диапазон Этих мутаций может быть Мне кажется, миллиардов лет Даже мало для того, чтобы все комбинации Так или иначе были перечислены И отбор этот, ну, ведется тоже По довольно странным принципам Ну, я не знаю Это же так все странно На месте этого расширения Будет большое количество Секреторных клеток Ну, то есть там, не знаю В желудке что-нибудь там расширяется Или сужается под каким-то Да, Овервей, я знаю, что на Гудгейме Можно фильмы смотреть Если закинете что-нибудь на фильмы Мы можем переместиться Как-нибудь потом на Гудгейм Но, правда, уже через полчаса У нас будет чибисов А, вот, нейтральные мутации Просто не закрепляются Ну, по теории это так, окей Вы просто понимаете, в чем проблема Очень много различных изменений Которые влияют позитивно Или отрицательно И на самом деле Большинство изменений Скорее влияют отрицательно И колоссальное количество существ Должно вымирать просто А доминирующие существа У которых сильные какие-то навыки Они тоже должны По сути себя убивать Кто такой Чибисов Психоаналитик Интересный человек Я думаю Агент с канала РЕН-ТВ Только что же рассказали Что закрепляются Ну, тем более, да То постепенно есть шанс Ну, то есть, они закрепляются И поскольку они нейтральные То есть, и плевать на них То есть, существо У которого негативная Мутация Оно сдохнет Существо, у которого нейтральная мутация Или позитивное Оно выживет Ну, наверное, выживет Может быть, не выживет Может быть, выживет Может быть, не выживет Непонятно Там есть еще какие-то Вторичные, в общем-то, изменения Первичные То есть, есть те изменения Которые будут, в общем-то При спаривании Передаваться или не передаваться Будут рецессивными Или наоборот То есть, опять же, понимаете Сейчас мы видим преимущество Над остальными Оно минимально Знаете, в чем проблема? Всю вот эту вот херню Никто не наблюдал На протяжении миллиардов лет Вся вот эта вот теоретическая сказочка Великая, потрясающая, научная Она основывается на мнении Ученых просто Которые посмотрели на косточки Лежащие непосредственно в земле В определенном порядке Ну, это очень странно Это действительно очень странно Это совсем недостоверно Это совсем не научно Так утверждать Это очень поспешно так утверждать Вот вся вот эта вот лирика Которая сейчас была Ну, это лирика В самом прямом смысле лирика То есть теперь передняя часть кишки Служит для продвижения Пищевого комка в протяжелудок В желудке происходит ферментация пищи А после этого пищевой комок Порциями попадает в кишечник Где происходит всасывание То есть все происходит Во-первых, постепенно Во-вторых, не бывает Никто и не говорит, что эволюция Не происходит постепенно Бывает так, чтобы что-то возникло Из ничего В нашем случае Проблема как раз в этой постепенности И заключается Кстати Непонятно Сколько разных попыток Всего вообще всевозможных Ответвлений От всех возможных органов Их изменений Могло произойти И как эти отборы Все проходили Ну, то есть Лол Это реально Это крайне сложно У меня в голове Это тупо не укладывается Например Здесь не то, чтобы моя проблема Я думаю, это ни у кого В голове не укладывается Потому что это очень большой Объем информации В целом Это очень трудно представить Ввиду того, что это просто Очень сложный процесс Ни один отдельный человек Даже биолог Наверное, это представить не может И мне поэтому Наблюдая за сложностью Современных организмов Трудно сказать Могли ли они Так эволюционировать Даже если мы допускаем Теорию эволюции За какие-то жалкие Миллиарды лет Ну, то есть, ребят Миллиард лет Это, конечно, долго По меркам жизни человека Так вообще очень долго Но, в целом Для таких изменений Больших Я не знаю Я, честно говоря Я никогда там не был Но это, мне кажется Очень трудно себе Даже представить такое Там же столько Надо всего Это просто Ну, кладбище Мир получается Кладбищем Невыживших животных Неприспособленных То есть, ну, по сути Неудачных мутаций Всегда должно быть большинство Ну, как ни странно То есть, те мутации Которые не дают преимущества Они должны происходить чаще Потому что они происходят случайно Блин, да сколько животных Просто померло из-за этого Ну, просто не то, чтобы Их было, наверное, большинство Умерших раньше своего времени Из-за таких вот изменений Мутации Это очень-очень странно Расширение просвета Кишечной трубки В нужном месте И не более Да и изменения Такие требуют Десятки миллионов лет Особенно Десятки миллионов лет Я бы даже больше дал На самом деле Ну, ну, то есть Ну, 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 лол Всего-то десятки миллионов лет А когда речь о бурбилотерии И ее простейшем генотипе У нее ведь даже нет ног Таким образом Выходит, что Креционисты предлагают Нам собрать Современных животных Из уже готового Конструктора Отрицая сам процесс Изменчивости организмов В зависимости от условий среды При этом ничто Почему-то не мешает Им принимать Такое свойство животных Как модификационная изменчивость Советую загуглить Что это такое То есть Селекция какая-нибудь Полезные генетические мутации У них невозможно И изменчивость От поколения к поколению Мы все равно отрицаем Хотя рамки Как раз таки Модификационные изменчивости Если он сейчас Про селекцию говорит Селекция была известна Еще во времена Платона Как бы То есть Платон в государстве Предлагал Непосредственно Спаривать Лучших стражников Стражника и стражницу Чтобы получать Наилучшее потомство И стражников в итоге Чтобы стражники Становились С каждым поколением Все лучше и лучше Прикиньте Прикиньте Да Это же Ни для кого Тайны не было Задолго до Открытия теории эволюции К вопросу о практике Кстати друзья И так же Подвержены Изменению Мутациями Но как раз таки Модификационную изменчивость Мы принимаем Что то с этой логикой Не так В общем детали Этого мудрена Да нет Все так Тут вообще Никакой проблем Если я правильно Понял Вот это вот Давайте даже Ведем Модификационную изменчивость Это результат Не изменения генотипа А его непосредственной реакции На условия окружающей среды А ну окей Это немножко другое Ну окей Хорошо Ну и в чем проблема Признавать ее вполне Так себе можно Ну то есть Вот вам Друзья Картинка Это У этих двух существ Одинаковые гены Ну Где там это было Вот У них Одинаковые гены Как я понял Вот они Все Они одинаковые Как я понял Ну Просто у них Разное Получается Изменчивость Модификационная Все окей Ну И что здесь Отрицать Новомыслительного Эксперимента Можете обсудить В комментариях Заодно Высказавшись Нужны ли такие ролики По фундаментальным тематикам То есть понимаете В чем проблема Теория эволюции На самом деле Повествует не о том Что ну Ну все изменяется Друзья Ну все изменяется Понимаете Нет Я не глядя Печатаю Чаще всего Так вот Ну все просто изменяется Вы не можете спорить С этим фактом Все изменяется Нет Теория эволюции Повествует о том Как все изменяется Какая была история У нашего мира С учетом тысячелетий И там не знаю Даже иногда тысячелетий Миллиардов лет Миллионов лет Еще даже поменьше То есть там С большой точностью Определяется Что когда было Какая фауна Какая флора Что из чего происходило Как двигалось Вот это вот все Что из чего Превращалось Во что-то другое Как становился Вот этот Процесс Изменения МИДов Как он в общем-то Развивался На протяжении Миллиардов лет То есть Чтобы вы понимали Чтобы здесь Нам ученый Замечательный Не сделал подмену Понятий Мол Ну это же изменчивость Там все меняется Вы что-то противоречиво Как-то к этому Относитесь Когда вы Путаете модификационную Изменчивость Подтверждаете ее Отвергаете эволюцию Эволюция Это вот А вообще другому Может быть Ученые действительно Связывают два этих Процесса И в науке Они действительно Это одно и то же Обозначают Но Именно в рамках Теории эволюции Описывается громадный Такой вот Ненаблюдаемый Пласт информации Описывается Прямо описывается Такая летопись Летопись целого мира Миллиардов лет Становления этого мира Было ли это так Или не было это так Я не знаю Я могу в этом сомневаться И имею полное право На это Потому что ученые Которые сто лет Разрабатывали Вот эту гребаную теорию Они ничего этого не видели Они изучали кости Они изучали гены Они изучали другие вещи Благодаря которым Они сделали Какие-то выводы Я не могу верить В эти какие-то выводы Все Все здесь Все просто Или пусть они скажут Мы изобрели машину Времени И мы переместимся Сейчас вот не знаю В мезозой И там будет все Вот так вот Как мы говорим Приблизительно Ну хотя бы приблизительно Там вот будут Те же самые динозавры Те же самые растительность Там не знаю Слои земли Будут точно так же Вот расположены Как мы считаем Должны быть расположены В мезозое Вот Вот если Нет Овервей Понимаете в чем дело Он сказал Ну эволюция Это же не лишь теория Это что-то большее Это не теория Это факт Это факт Вот как бы Вот когда мы говорим Что это факт Мы претендуем на то Что это истина При том В самой последней инстанции В инстанции Вот вы наблюдаете Фактически Прозрачную тетрадь Моя рука Вот она Например Овервей Не он Все Почти все биологи Которых я знаю Вот такие вот Такого мнения Понимаете Ну а если Нужны То колокольчик Никто не отменит Притом я понимаю Что под их выводами Находится колоссальное количество Собранной информации Огромное количество костей Это не миллионами даже Измеряется Колоссальное количество Экспонатов Просто целые скелеты Они складывают Из В общем-то Вот этих вот Находок своих Понимаете Это невероятно Это очень много всего То есть Это про Прямо Это очень много информации Конечно же И базис У данных Эволюционных суждений Но он Он крайне велик Это очень хороший Фундамент Фактический Ни одной философской школе Не удавалось Собрать такой Фактический фундамент Под свои высказывания Но это не значит Что Эволюция является фактом И в этом Невозможно сомневаться Все Тут как бы все просто Хоть миллиард Хоть триллиард Хоть квадриллион Будет у них В общем-то Непосредственно Не знаю Ископаемых Хоть не знаю Квадриллионы Ископаемых Все равно плевать Все равно в этом Можно сомневаться На основании Разных философских Трактовок Теорий Все Простите Простите ученые Меня Жмите Получайте уведомления Так Вот ты уже с нами Прощаешься чувак А что про разумный замысел То есть ты разобрал Один аргумент Один Мать его Аргумент Самых тупых Креационистов Которых только Можешь тебе вообразить И все Ну то есть Ну то так и все Что ли Один аргумент А еще Это же из интернета Информация Это даже не серьезный Креационизм Ну как же Ссылка на мой телеграмм Тоже удобный способ Получить инфу О новых выпусках А мы продолжим Очень часто мне пишут Про генетический код Типа вот все эти триплеты Кодоны Сам по себе Банальный генетический Алфавит Откуда он взялся Кто мог придумать Генетический код И как информация Я даже не уверен Что ученые действительно Его воспринимают Адекватно В генетический код Мне тоже кажется Что это такая Абстрактная Писательная модель ДНК вообще Могла появиться Сама по себе На самом деле И правда интересно Ведь если взять И подсадить В клетку Молекулу ДНК Которая была Собрана из случайной Последовательности Нуклеотида То никакого полезного белка Эта молекула Не произведет Это будет просто Такой же случайный Набор аминокислот Которые выстроятся Друг за другом в ряд То есть в этой молекуле ДНК нет смысла И она не несет информации На самом деле нет Любая структура В особенности Полимерные молекулы Которые состоят Из нескольких видов Мономеров Как например ДНК Состоит из 4 Нуклеиновых оснований Так вот любая Сложная структура Уже несет в себе Информацию Каким образом Оооо Информация Информация Еще одна метафизика Друзья Сегодня с нами Добрый день Друзья Метафизика Все еще не умерла Информация Да Окей Кстати я думаю Что информацию В науке Следовало бы Воспринимать Не как Некую сущность А как просто Описательный момент Просто Ее на самом деле Нет этой информации Но мы можем Интерпретировать Это так Чтобы нам было удобно Вот я бы так Это воспринимал Все Проблема в другом Будет ли эта информация Валидной И читаемой Будет ли полученный На такой ДНК Белок полезным Для организма Или будет Простецкая ниточка Из полипептидов Таким образом Информация Есть всегда И заложена В последовательности Нуклеотидов Главное Здесь Не ее наличие А способ Интерпретации Каким же образом Возникли Такие сложные Длинные цепочки Генов Которые создают Огромные и сложные Молекулы белков Да Например Ну тут Все так же Как и в любой Другой развивающейся Хаотичной системе Все начиналось От случайных связей РНК с именокислотами То есть РНК откуда Начиналось Все видимо С примитивных И коротких Пептидов Батмин Блум Для него Это вряд ли очевидно Вы видите в чем Проблема И для многих Биологов Это вряд ли очевидно Появление которых Не является Чем-то химически Сложным И математически Маловероятным Ну а дальнейшее Усложнение Как самих Полипептидов Так и механизмов Тоже сложно И маловероятно Дальнейшее Усложнение Как синтеза Связано с постепенным Усложнением Жизни И ее химических Наворотов Как это наблюдается У любой эволюционирующей Если бы жизнь Была крайне вероятна Ну то есть Прям очень вероятна Скорее всего Мы бы могли Наблюдать Жизнь На многих Планетах Ну как минимум Бактерии Какие-нибудь Которые Создают атмосферу И мы могли бы Это каким-то образом Зафиксировать Наверное А вот Если бы жизнь Была Очень вероятна Тем более Становление Сложной жизни За миллиарды лет Ну скорее всего На каких-то планетах Тоже бы наблюдалось Но воздействие Жизни На планету Зафиксировать В принципе Наука может Ну Она считает Что может Ну давайте поверим ей Тогда почему Если возникновение Жизни Так вероятно Оно произошло Пока что Нам известно Только на одной планете Тоже как-то странно Звучит это Хаотической системы Короче говоря Спонтанное появление Маленького олигопептида С нужными свойствами Гораздо вероятнее А ты много планет Наблюдал Ну пока что Насколько я знаю Ученые не говорят О том что жизнь Хоть где-то есть Приветствую Благо У нас для этого Нет достаточного Количества оптики Дэн Дэнни Понимаете в чем дело Опять же вернемся К научным теориям К научным Замечательным теориям Наблюдениям И так далее На солнце Мы тоже не можем Глазом смотреть Вот так Оптикой своей Для того чтобы Смотреть на звезду И определять Из чего она состоит Мы не летаем К звезде Мы смотрим Как это называется Я забыл В общем-то Там со светом Какая-то игра С помощью света Они определяют Какие вещества Содержатся на планете В смысле в звезде То же самое Можно сделать с планетой Ну Джон Дойя Просто Огромное количество Планет Имеет такую же Вероятность Возникновения жизни Как и Земля Почему ее там нет Неизвестно Почему пока Жизнь ни в каком виде Даже в бактериальном Не нашли Неизвестно Просто бактерии Нередко Изменяют Ну то есть Я не верю Что планеты есть Конечно Но не факт Может быть За пределами Солнечной системы Находится купол На котором нарисованы Все эти планеты Может быть Но плевать Друзья А Джон Дойя Ну ученые В принципе Думают Что можно измерить Узнать Какие вещества Содержатся В том или ином Небесном теле Они так звезды изучают Они знают В том числе Да по цвету Но там не цвет Не цвет Я забыл Там в общем Такая херня Знаете Она получается Разноцветная При просмотре Я забыл Это по физике Блин Это так позорно Забыть Да Там по цвету Это и определяют Спектр Да Спектр Вроде спектр Называется В общем Они смотрят По спектру Какие вещества Содержатся В той или иной Звезде Ну и видимо В планете Тоже И видимо Соответственно Так же Они пытаются Определить Есть ли жизнь На тех или иных Планетах И соответственно Они жизнь Все еще не нашли Все Ну то есть Вот почему нет Джон Дой Ссылки не отображаются Гуглите Многие Многих интересует Продолжается ли эволюция Конечно По теории эволюции Она продолжается Не Ну ты хочешь Услышать радиоволны Или что По факту Человечеству известно Небольшое количество Планет С похожими Плюс 30 Минус 30 Условиями Они все Довольно удалены И по сути Только из них Надо делать выборку Ну хотя бы Ну хотя бы То есть Понимаете Мы пока И вообще ничего не нашли Ну я тоже не уверен Что вещества определяют Соответственно Конечно Батмен 2 Конечно Но даже Даже если они верят Что они определяют И даже если они их определяют На таком большом расстоянии То в принципе Можно было бы попытаться найти Наверное пытаются найти Но не находят пока что Чем большого А его закрепление Ну то есть Это странно Как-то получается Вероятность оказывается Приличная А Нет Популяция тоже Не является чем-то сложным Особенно когда мы говорим Про мир РНК Ну а далее Как по накатанной По переменным Мутагенезам И отборам Из поколения В поколение Цепочка строится И строится Пока не получается Гигантский По меркам раннего Катархия Фермент Но при этом Способный Катализировать Реакции В десятки раз Быстрее Чем Рибозин Из РНК И в разы Быстрее Чем его Коротенький Предок Ну и еще Один момент Сторонники Разумного замысла Считают Что биологический Вид стабилен Во времени Хоть палеонтология Да и банальная Популяционная генетика Говорят об обратном При этом Эти разумистые Также требуют Дать им Переходные формы От одного вида К другому Потом Переходные формы От одной Переходной формы До этого вида А потом Переходную форму От одной Переходной формы До другой Переходной Вот это уже Более серьезные Как бы аргументы Но разбирать мы Их будем 30 секунд Казалось бы Вроде как Еще логичное Заявление Ведь таким образом Можно выложить Всю эволюционную цепь Да но разбирать мы Будем это 20 секунд Почку Но к сожалению Это невозможно По ряду причин И мы будем Разбирать это 30 секунд Осталось Просто потому Что это желание Не имеет связи С реальностью Первое Биологического вида В природе Не существует Воу Правильно сказал Друзья Точнее нет его В классическом Понимании Этого термина И второе Переходной формы В природе тоже нет И никогда не было При этом одно Является следствием Другого А вот Почему и как Это произошло Разберемся уже После выхода видео Про перья динозавров Уже в самом начале Декабря Ну норм